И вывести на меня. Николай, мое время вырвется. Я понимаю, просто это вопрос про вас, а не про вообще. Ладно. В общем, так или иначе, желательно всесторонне развиваться. И сейчас бы я хотел рассказать про некоторое другое мировоззрение. В основном учат экономики в виде цифр про деньги. На самом деле экономика это товары, производство. А то, что называют цифрами и деньгами, это хрематистика. Это другая наука, но чуть-чуть крутую. В общем, сейчас речь пойдет об экономической системе. О децентрализации, операции и про юрисдикции. Я думаю, что об этом мало кто задумывается. Ну, юрисдикции несколько, не только российская существует, бывают другие. Вот о чем пойдет речь. Что сфрабоэкономику, платформу, архитектуру, кооперацию, аналоги чуть-чуть по стратегии роста и глобальные смыслы. И где задействовать? Да. Сфрабоэкономика. Здесь, собственно, я выписал, что такое цифровая экономика это деятельность, основанная на цифровых технологиях. На мой взгляд, вообще ничего не понятно. Да. Ладно, давайте дальше. Здесь я выписал, что такое децентрализация, чтобы ввести понятие, да, там, определенный рент, там, кучка блока, блокчейн, вы такое слышали, да? Блокчейн бывает, там, публичный, девацинский, гибридный, тут вырубные контрации, ну, вовременные контрации, контрации для электронных обзорителей, скрип, описывающие набор в ходе, в дополнение которых присутствуют собой некоторые события в реальном мире, да, и в того числе. И для реализации обязательно необходим определенный рентр, блокчейн, и ввести валюты. То есть, если мы говорим про омблокчейн, вообще-то контракты, то есть, кратическая полома, то есть, по-любому блокчейн, по-любому бутиннережат, по-любому бутиннережат, по-любому бутиннережат. Вот. Здесь мы про платформы. Уступы для электроновки, конечно, в твоемичне, да, как, конструкторных платформы, вообще про платформы. Платформа – это некоторая система, и выписал признаки. Значит, первое, сканили документов, внутри платформы. Платформа, вообще, создается для экономической платформы, для производителей и потребителей. То есть, чтобы соединить производство и потребление. Так вот, внутри платформы – финансовые операции, арбитраж внутри, с помощью логики, трактования, другие моды. Это три тысячи платформы. Слово сказать, что сейчас стоит цель для развития в правовой экономике, да, стоит цель создать эти тысячи платформы за 10 лет в России. На мой взгляд, как платформа должна быть в том числе? Ну, в связи с нижним уровнем, это протоколы, определенный ресторг, естественно, и, на месте, исполняемые в текле, это подката. Такого, как мне кажется, наиболее последствия это ИСА-2222, то есть, это передачи на 12-инфонах. Поверх, поверх этого базового мотора API-DES для техни, и поверх этого уже модули, которые выглядели в виде готовых сервисов, или фонд-сайтов, порталов. Может быть, один, в принципе, сайт, и платформа, например, Янекс.Маркет, там, или яичнис, как я истоксик, там и депутат. Ну, в принципе, дезинктализованные распределенные системы встаточные ситуации. Ну, примерно такая сетка у вас, как мне кажется. То есть, это, когда мы сроки, там, угоженная сель, там, шейф, от атакующий, участников, которые через суббой, да, через многие, через сервера, нет, и суббой, сомнешиваются ваннад. Это распределенные системы. А, так как мы говорим финансовая часть экономики, и все финансы на банках. В новой системе банков нет. Есть банкинг, банкинг – это финансовая операция. Так вот, финансовая операция автоматически выполняется, а банк – это IT-компания, которая обеспечивает микроструктуру. Здесь вот этот слайд платформы финкооперации. Я взял его с презентации Дмитрия Панюкова. Где концептированы сервисы и организация, а кооперативные. О чем идет речь? Есть ресурсы производственные, там, людские, там, не знаю, любые ресурсы, финансовые, в том числе. Их объединять для достижения цели, для проектной деятельности. В том числе, и начиная с идеи, чтобы свою идею проверить, как минимум, краудфандинг провести. Так, дальше про юрисдикции. Сколько времени прошло? Минуты же накинули. Вот, значит, давайте поподробнее здесь. Юрисдикция – это пределы компетенции того или иного суда, либо другого органа государственной власти. Юрисдикция, она относится к государству. Государство – это что? Состоятельная организация, обладающая суверенитетом, специальными механизмами управления, принуждения устанавливающих правовой порядок на определенную территорию. Тут как бы ключевое слово «территория». Я с этим маленько спорю, потому что есть понятие страна. Страна – это точно территория. А вот государство – оно может быть оторвано от территории. А город государство – это оно и единственное. Вот можно сказать. Но есть виртуальные государства, виртуальные юрисдикции. Значит, отдельно выписывал легальность и легитивность. Легальность условно – это законно, а легитивность – это признание. То есть это разные понятия. Дальше про виртуальные юрисдикции. Есть такая, например, виртуальная юрисдикция как BitNation. В принципе, можно сказать, что BitCoin является виртуальной юрисдикцией в какой-то мере. То есть там свои правила, своя власть. Значит, я утверждаю, что платформы, понимание децентрализованных систем, экономические платформы – это свои собственные юрисдикции. Почему? Потому что там свой собственный арбитраж внутренний, свои правила, свои законы, что дает возможность по суверенитете делать заявку. Своя внутренняя валюта, свои внутренние и внешние системы безопасности, то есть что может давать возможность военной доктрины, защиты имущества. Дальше про территорию. Важный момент всегда такой. В виртуальной государственной платформе территории может признаваться те IT-системы, сервера, дата-центры, каналы связи и местонахождение предприятия людей, которые нужно защищать. То есть если нападают на это предприятие, значит они вторгаются в нашу юрисдикцию. Неважно, где это предприятие находится. То есть это может быть на территории какой-то другой государства. Так вот, а в чем отличительные черты или похожие? Что такое государство? Государство – это первое – суверенитет, второе – своя валюта, третье – военная доктрина, ну и четвертая – территория. То есть фактически мы говорим о том, что платформа – это и есть государство. Суверенитет. Что дает вообще возможность заявлять о том, что мы создаем государство? Ну, провокационно, да? Суверенитет бывает, ну, выписал там три типа. Государственный суверенитет, национальный суверенитет и народный суверенитет. Они маленько разные. по субъекту государственного государства, да? Национального – это нация, а народный – это народ. И вот, значит, когда мы говорим о платформах, то платформа – это объединение людей и производства. Ну, так и, значит, производство не тоже всегда любистое, пока что. Так вот, когда мы говорим, что люди, объединяясь между собой, заявляют о том, что действуют по своим собственным правилам, а не являются верховной властью, как источник государственного суверенитета. Все, государство создано. То есть создание государства – это заявление о том, что мы создали государство. Интересно. Значит, чем оно, чем виртуальное государство более интересно, чем существующие государства, там, территориальные, ну, со своими, там, скульптурой, олигархами? Значит, налоги. На мой личный взгляд, что у платформы, в принципе, вообще налогов может и не быть. Да, то есть какие-то транзакционные издержки, ну, по сути, это децентрализованные системы, которые мало требуют. Ну, я предлагаю, обратите внимание, вот К10 – это вообще такая партия на Украине. И они предлагают очень интересную, на мой взгляд, вещь – это 5 налогов с продаж, со всех продаж, и 10% социальный налог, ну, налог на доход. Физический плюс. Про юрисдикцию СССР. Ну, я думаю, что не все, кто здесь в зале сейчас находятся, родились в СССР, но я родился в СССР. И вот, как бы, я, вроде, был гражданин, а потом, раз, что-то перестал быть гражданином. Так вот, гражданство – оно по факту рождения. То есть, как бы, гражданство лишиться просто так нельзя. Но, мы имеем де-факто. То есть, как бы, есть де-юра, а есть де-факто. Де-факто мы, конечно, в Российской Федерации сейчас находимся. Так вот, есть проект СССР-2, который говорит о том, что те принципы, да, ну, те смыслы, да, те, там, цели, которые были, там, СССР, их продолжать, ну, в новой, там, реинкарнации какой-то. Они, в общем-то, правильно. Кстати, сейчас восстановлены, там, президент, главнокомандующий, там, в общем, сейчас идет речь восстановления Центрального банка, да. Кстати говоря, советский рубль – это единственная обеспеченная валюта. Она обеспечена всем достоянием Советского Союза. Никакая другая валюта, существующая, она ничем не обеспечена. Это просто фантики, это надо понимать. Биткоин точно так же ничем не обеспечен. То есть, это отличие денег под валютой. Так вот, политическая оценка Государственной Думы Российской Федерации, там, в 96-м году, сделала заявление о том, что результат референдума 91-го года о сохранении СССР, они формально сохраняют юридическую силу. О чем это говорит? Правовой статус СССР, он легальный, то есть, он законный абсолютно. И никто никогда никуда СССР не девал. Он как был, так и есть. Просто сейчас, на данный момент, ну, другая власть пришла. Вот. Но нелегитимный. То есть, он не принят. Причем здесь цифровая валюта? Да. Хорошо. Дело в том, что юрисдикция существующая, которая не используется, может быть использована, но в новой реинкарнации, в виде этой централизованной системы. Уже мы не претендуем на территорию. Мы вообще переводим. Да. Переводим в глобчей. А вообще, если говорить про Россию, развитие России, ну, мы здесь все живем, естественно. А вот сейчас есть, на мой взгляд, одна единственная стратегия, нормальная, это стратегия роста Солупинского клуба. Я с уважением отношусь к Худрину, к другим, но, ну, как бы, вот, это единственное, что можно рассматривать. Ну, и последнее, собственно, у России на данный момент, насколько я хожу по всяким конференциям, читаю там материалы, нет никакого смысла. То есть, ну, как бы, Россия существует для того, чтобы там их жить. А для чего сама Россия, ну, то есть можно заменить другой. И вот у СССР, в частности, да, был какой-то смысл и к чему-то стремились. Ну, вот сейчас смысл их там ищут заново. Ну, собственно, вот и все. Спасибо. Один вопрос. Вы сказали, тысячу клуб платформы за 10 лет цель поставлены. А с какой целью, так сказать? Это вот, по мне, как есть, грубо говоря, за, не грубо, но 10 тысячам билл. Билл разный, чтобы вот ты. То есть у нас платформы, не говоря, 10 тысяч. Пояснём. Здесь идёт речь о том, что платформа, это не в плане того, что там все-все-все товары, а каждая платформа на свой вид товара. То есть, например, Яндекс.Такси для такси. Вот. Там еду не купишь, да. Там Uber-еда это там для еды, там уже такси не вызовешь. Тысяча, вот эта цифра, она откуда? По, да, по-моему, там, по-моему, 3700 с чем-то видов деятельности, ну, в России, ну, и в мире, в принципе, тоже. И вот этих видов деятельности, под каждый вид деятельности, в принципе, и по платформе. И это будет нормально. Ну, что? Я сказал, что с правой камешей должно быть тысяча двадцать четырех. Здравствуйте! Палендарев! Палендарев! Олег! 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 Субтитры сделал DimaTorzok